Глубоко уважаемые коллеги, во-первых, спасибо за стойкость, во-вторых, у меня будет не только взгляд клинического онколога с точки зрения возможности применения тирозинкиназных ингибиторов, но и вот те спорные вопросы, которые всегда стоят на стыке, когда же больного с метода химиоэмболизации переводить на системное лечение. А можно, да? Кто же листает? Действительные статистики только буквально одна цифра. К сожалению, по данным нашей статистики российской, практически 60% больных узнают о своем диагнозе уже в четвертой стадии заболевания, и почти 66% пациентов погибают в течение первого года после установления диагноза. Конечно, если больному можно применить какие-то локальные методы лечения, они обязательно должны быть применены. Это дает больным шанс иметь пятилетнюю выживаемость порядка 50-70%, но мы сейчас говорим о той группе больных, которые имеют неоперабельное заболевание. И вот им могут быть применены либо интервенционные вмешательства, к которым относятся в том числе и трансартериальные химиоэмболизации, либо может быть применено системное лекарственное лечение в виде применения ингибиторов тирозинкиназ. И основной вопрос вот этих нехирургических методик, на мой взгляд, состоит в том, где же тот момент, когда необходимо больного с ТАХЭ перевести на системную терапию. Существует очевидный, но несмотря на то, что мы сейчас услышали, что тромбоз портальной вены не рассматривается в настоящее время как противопоказание для проведения процедуры ТАХЭ, но, тем не менее, во всех рекомендациях это обозначается действительно как та ситуация, когда пациента необходимо переводить на системное лечение, существуют риски при эмболизации получения некроза печени. Естественно, если появляются очаги вне печеночного поражения, безусловно, это вариант для системной терапии ингибиторами тирозинкиназы. Если мы наблюдаем снижение функционального статуса пациента, ухудшение его общего состояния, то это тоже, в общем-то, рассматривается как пациент не кандидат для продолжения ТАХЭ. Те ситуации, которые требуют обсуждения и не имеют однозначного какого-то взгляда, это если мы видим негативную динамику альфа-фетопротеина, либо рост уровня билирубина. Можем ли мы в этой ситуации говорить о том, что это суррогатные маркеры прогрессирования заболевания? Пока непонятно. Если у пациента мы видим прогрессирование заболевания на фоне применения процедур ТАХЭ, но, тем не менее, это прогрессирование ограничено все той же самой печенью. Можно ли продолжать эти процедуры, либо это повод переводить больного уже на системное лечение? Кто должен инициировать перевод больного с одного вида лечения на другое? Кто этот человек? Хирург, который считает, что его методики возможно продолжать проводить, либо это химиотерапевт. Ну, естественно, мы понимаем, что максимальный выигрыш больной получит только в том случае, если оба этих специалистов будут работать вместе, и мы будем видеть реальную работу мультидисциплинарной команды. Теперь, что касается возможностей применения сочетания химиоэмболизации и системной химиотерапии. На мой взгляд, на сегодняшний день фактов, которые бы нам говорили о том, что это делать целесообразно, недостаточно. Существует лишь одно японское исследование. Хочу подчеркнуть, что это исследование второй фазы, где изучалась возможность проведения только химиоэмболизации, и вторая группа получала химиоэмболизацию в сочетании с сарафинибом. Еще раз подчеркнуть, что это исследование второй фазы. На мой взгляд, АСКО этого года имела очень большой уклон на то, что были продемонстрированы результаты исследований второй фазы позитивной, которые не подтвердились в ходе исследований третьей фазы. И многократные эксперты говорят о том, что менять клиническую практику мы должны только в ситуации, когда имеем результаты исследований третьей фазы. И, на мой взгляд, вот это один из очень важных моментов. Какие недостатки есть еще в этом исследовании, кроме того, что это исследование второй фазы? Группа больных, которые получала, исследовательская группа, которая получала химиоэмболизацию в сочетании с сарафинибом, посмотрите, пожалуйста, как они это лечение получали. Они стартовали с системной терапии с сарафинибом в дозе 400 мг, которая начиналась за 2-3 недели до начала процедур химиоэмболизации. И в процессе проведения химиоэмболизации они также продолжали терапию с сарафинибом с эскалацией дозы уже до оптимальной у тех больных, которых исследователь считал, что это сделать возможно. Если нет, то он оставался на дозе 400 мг. Что в результате получилось? Да, получилось, что по медиане времени до прогрессирования вот эта группа комбинированной терапии имела показатель почти в 2 раза лучше – 25 против 13 месяцев. В настоящее время показатель общей продолжительности жизни пока еще не оценен за счет более коротких сроков наблюдения. И на мой взгляд, кто мне может аргументированно возразить? Я лично считаю, что это увеличение медианы времени до прогрессирования заболевания связано именно с тем, что больные получали системную терапию. А эффективность этого метода нам известна из-за результатов международных исследований третьей фазы. И поэтому для того, чтобы более как-то аргументированно судить и предлагать комбинацию методик, имело бы смысл провести исследование, где одна группа больных будет получать только терапию ингибитором тирозинкиназа, а вторая в дополнение к этому будет получать еще и процедуры ТАХЭ. Если мы говорим о буквально недавних возможностях терапии гипоцеллюлярного рака, которые не подлежат локальному лечению, то речь шла о том, что в первой линии терапии рекомендовался сарафениб, далее могла применяться терапия регарафенибом, в третьей линии обычным пациентам предлагалась уже наилучшая поддерживающая терапия. Но в недавнем времени были получены результаты исследований, которые показали более высокую эффективность ленвотениба в качестве стартовой терапии, но и также в качестве второй линии лечения были продемонстрированы эффективные возможности терапии чекпоинт-ингибиторами, в частности, неволумабом. Поэтому на сегодняшний день мы имеем возможность применения, несколько можем менять свою практику, хотя хочу подчеркнуть, что пока еще, несмотря на то, что ленвотениб зарегистрирован в нашей стране, как вариант первой линии гептоцеллюлярного рака, но он пока еще не вошел в рекомендации АО «Русско», но, наверное, в ближайшее время, когда выйдут новые, наверное, там уже это все будет. И обоснованность, более высокая эффективность ленвотениба связана с тем, что он просто блокирует большее количество молекул, и тем самым блокады, в частности, фактора роста фибробластов, приводит к тому, что пациенты получают возможность иметь более высокий ответ, более высокое возвращение чувствительности к антиангиогенной терапии. И результаты исследований рефлекс влегли в основу того, что ленвотениб сейчас рассматривается как более предпочтительная опция. В этом исследовании напрямую сравнивались два препарата. Вы видите критерии включения пациентов. В частности, хочу сказать, что вот группа BL, BCLC, B и C, большинство больных имели группу C, входили C стадии, вы видите, 80%. Я, к сожалению, не знаю, как вернуть назад, но попробую, вернула. На что хочется обратить внимание? На дозировку ленвотениба. Если сарфиниб назначается в своей стандартной дозе 800 мг в сутки, то ленвотениб в сравнении с другими локализациями опухоли, при которых он зарегистрирован, имеет абсолютно другие дозировки. В зависимости от массы тела. У пациентов свыше 60 кг назначается 12 мг в сутки. У больных меньшей массы – 8 мг в сутки. При этом подчеркну, что при раке щитовидной железы доза составляет 24 мг. Если речь идет о лечении рака почки даже в сочетании с виролимусом, это доза 16 мг. То есть здесь минимальные дозы. И изначально исследование было задумано как non-inferiority, то есть хотели показать как минимум не меньшую эффективность ленвотениба в сравнении с сарафинибом. Но что получилось? Исследование оказалось успешным. Действительно было показано, что ленвотениб не менее эффективен, чем сарафиниб, а если посмотреть на цифры, то медиана общей выживаемости оказалась 13,6 на ленвотенибе и 12,3 на сарафинибе. Когда была оценена медиана времени до прогрессирования заболевания, она оказалась в два раза выше на терапии ленвотенибом. И, что очень важно, частота объективного ответа составила 24% на ленвотенибе и 9% на сарафинибе. Почему это важно, мы скажем об этом буквально через секунду. На ASCO GI 2019 года были представлены обновленные результаты этого исследования по проведенным подгрупповым анализам. И основная задача этих подгрупповых анализов составила в том, чтобы определить группу больных, которые получат максимальный эффект от терапии ленвотенибом. И что оказалось? Оказалось, что достижение объективного ответа, независимо от того, какой препарат получали больные, вот это ITT-популяция, больные, которые ответили на любом варианте лечения, и больные, которые не ответили на проводимую терапию. Вы видите, что только один факт достижения объективного ответа привел к увеличению медианы общей продолжительности жизни до 22,4 месяцев. Также оказалось, что огромную роль играет то, что больным в последующем при прогрессе назначался какой-либо вариант лечения. Те больные, которые ответили на лечение и далее получали любой вариант второй линии, имели медиану общей продолжительности жизни уже 26 месяцев, если они стартовали с терапией ленвотенибом. Также, как и для других локализаций, оказалось то, что суррогатным маркером улучшения общей продолжительности жизни является развитие нежелательных реакций. Вы видите, что абсолютно характерны были все те же самые реакции, как и для других локализаций опухоли, гипертензия в первую очередь. И вот те больные, которые демонстрировали нежелательные явления, вы видите, в верхней линии на всех этих графиках, при развитии гипертензии, диареи, гипотириидизма, протеинурии эти пациенты жили достоверно лучше, чем те больные, у которых не отмечалось нежелательных реакций. Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, мне хочется сказать, что, конечно же, таргетная терапия на сегодняшний день является единственной эффективной лечебной опцией для тех больных, которым не могут быть предложены локальные методы лечения. Необходимо определять наиболее оптимальный момент для перевода больного уже на системную терапию ингибиторами тиразинкиназа. И здесь основная роль принадлежит вот этой работе мультидисциплинарной команды. На мой взгляд, абсолютно нецелесообразно сочетание методов системного и локального воздействия, подлокальным я имею в виду проведение химиоэмболизации, как минимум до получения позитивных результатов третьих фаз исследований. И, исходя из результатов исследований «Рефлект», мы понимаем, что на сегодняшний день линвотинид должен рассматриваться как новая, более эффективная опция первой линии терапии. Необходимо сказать, что за то короткое время, когда он был в мире зарегистрирован для лечения гепатоцеллюлярного рака, уже в реальной клинической практике в мире более 18 тысяч больных пролечено линвотинибом в качестве первой линии терапии. Конечно, большинство больных в Японии, но, тем не менее, есть в США, Китае. В нашей стране пока это единичные больные. И необходимо помнить о том, что у больных на фоне терапии ингибиторами теразинкиназа возникновение нежелательных явлений ассоциируется с увеличением общей продолжительности жизни. Именно поэтому их надо в первую очередь коррегировать для того, чтобы избежать преждевременной отмены теразинкиназных ингибиторов, потому что именно это позволит оптимизировать лечение и получить максимальную пользу для больного. Спасибо большое.